Девушки отдыхают 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 и брони. Также в магазине есть опция покупки зелий пачками, например, набор целебных зелий или набор случайных зелий. Обратите внимание, что купленные вами зелья будут храниться на вашем аккаунте и могут быть использованы всеми вашими персонажами. Так что, если вы выпили все зелья за своего любимого эльфа, не забудьте купить зелий перед очередной вылазкой за другого персонажа. В игре есть три основных класса персонажей. Это воин, развойник или маг. Каждый класс разбит на четыре подкласса. Экипировка вроде оружия и доспехов работает так же, как и в одиночной игре. Соответственно, почти вся амуниция имеет свою категорию для одного из трех классов. К примеру, тяжелую броню могут носить только воины, которые постоянно сражаются на передовой. Среднюю носят разбойники, умелые лучники, мастера удара кинжалом в спину, а в легкой броне издалека бьются маги. Три стартовых персонажей, которые открыты по умолчанию, имеют некоторые ограничения на оружие, которые они могут использовать для того, чтобы новички поняли, какой класс выполняет какую задачу в игре. Стартовый воин — это суровый гном-легионер, и он использует комбинацию одноручного оружия и щита. Стартовый разбойник — это лучник, который использует только лук и, следовательно, бьется издалека. А если вы хотите атаковать врага кинжалом в спину и биться, используя два кинжала, то придется разблокировать подкласс убийцы. Открыть новый подкласс можно одним из двух способов. Способ первый — создать броню для нужного вам класса и таким образом разблокировать его. Способ второй — иногда из купленных в игровом магазине ящиков будет выпадать броня для класса, которые вы еще не разблокировали. В следующем видео мы подробнее познакомимся с основными игровыми классами, их характеристиками и способностями. Субтитры создавал DimaTorzok